Память Она сохранила нам Петроград, еще не названный Ленинградом Утро 26 октября 1917 года Победу революционного народа России, свергнувшего ненавистное буржуазное правительство И того, кто стоял во главе революции, Владимира Ильича Ленина Штаб революции помещался здесь, в Смольном Коридоры, лестницы, залы были переполнены вооруженными солдатами, рабочими Все новые отряды уходили отсюда на штурм Непрерывно заседал военно-революционный комитет Звонили телефоны, шли донесения Чем ближе становилось утро, тем яснее определялась победа Гражданам России Временное правительство не зложено Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян Утро застало город в неистовом возбуждении В Смольном атмосфера была еще напряженнее С первым днем социалистической революции, поздравлял Владимир Ильич Временное правительство не зложено Революция свершилась Надо идти дальше, строить новое государство Государство рабочих и крестьян Здесь, в этом кабинете Ленина, в Смольном На следующий день после победы были заложены основы новой власти Надо было создать правительство Обеспечить успех революции на всей необъятной территории России Но был один важнейший вопрос Он стоял первым в ряду неотложных задач Вопрос о мире и войне Больше трех лет шла мировая война Десятки миллионов в крови, одичании, госпросветности Вот почему первым ленинским декретом Первым декретом советской власти был декрет о мире Призыв ко всем воюющим народам и их правительствам Начать немедленные переговоры о справедливом, демократическом мире В след за декларацией о мире Ленин подписал декрет о земле Сколько было земли у десяти миллионов крестьянских семей Столько же, сколько было ее у тридцати тысяч крупных помещиков Российской империи Жизнь крестьянина нищета и бесправия Это хорошо знал Ленин Он глубоко изучал положение крестьянства в России И теперь, когда была взята власть Декрет о земле Отменял помещичью собственность на землю немедленно и без всякого выкупа Сбылась вековая мечта крестьянина Так родилась советская власть Первое в мире рабоче-крестьянское правительство Совет народных комиссаров Во главе с Владимиром Ильичом Лениным Весной 1918 года Советское правительство переезжает из Петрограда в Москву Надо было находиться в центре политической и хозяйственной жизни страны Москва по своему положению Была как раз таким центром Сердцем России Над древним Кремлем Взвелось красное знамя Мы бережно храним памятные места в Кремле Где жил и работал Ленин Рабочий день Владимир Ильич начинает с самого неотложного Телеграмм с фронтов гражданской войны Телефонограмм срочных переговоров И конечно с картой советской России На которой отмечают последние события Международный империализм И внутренняя реакция Со всех сторон несли смерть Республики рабочих и крестьян Одни хотели вернуть в Россию власть буржуазии Другие снова превратить ее в царскую водчину Восстановить монархию Кольцо иностранной интервенции И контрреволюции смыкалось все туже Разбить врага Чтобы в мирной обстановке Начать строительство новой жизни Такую задачу ставил Ленин На его призыв Социалистическое отечество в опасности Вставали под ружье Тысячи добровольцев Рождалась Красная Армия Которая победит интервенцию Империалистических держав И у ее колыбели Стоял Владимир Ильич Ленин Участники сражений тех лет вспоминают В битвах за власть советов они поняли Можно просто, что называется, формально воевать за чужие интересы Так было в империалистической войне И можно защищать народное дело И тогда действительно драться до победы Этому учил Ленин Солдаты, рабочие и крестьяне знали Что действия войск Были только частью всенародной борьбы Фронт и тыл стали едины Это была новая ленинская наука о войне И благодаря ей Красная Армия Оказалась непобедимой Тысячи дел требовали внимания Ленина Его непосредственного вмешательства Ритм жизни, напряжение его труда Были чрезвычайно высокими Ленин экономил буквально каждую минуту Этого он добивался и от окружающих Владимир Ильич предложил утвердить Общий регламент заседания СОВНаркома Советского правительства Докладчикам 10 минут Ораторам первый раз 5 Второй раз 3 минуты Если выступающий нарушал регламент Владимир Ильич постукивал по своим часам Казалось, у него свое особенное время Ни у кого нет такого долгого, такого насыщенного событиями дня Вот для примера 2 февраля 1921 года В этот день он провел заседание Политбюро ЦК партии Рассматривал вопросы жизни, крестьянства Председательствовал на экономической комиссии Его интересовало топливо для Петрограда и продовольствие для Донбасса Работа северных железных дорог и положение в Сибири И это далеко не полный перечень дел Осмысливая их, обобщая опыт строительства социализма Ленин создает первое после революции крупное произведение Очередные задачи советской власти Как показала жизнь, эта книга на долгие годы стала руководством к действию Стоило хоть раз увидеть, как Ленин умел выслушивать человека Он буквально впитывал слова собеседника По партийным путевкам, иногда по несколько раз в день Он отправлялся на встречи с рабочими, красноармейцами, сельскими дружениками Выступал на многолюдных митингах в цехах фабрик и заводов Так было и на московском заводе Михельсона Когда после встречи рабочие провожали Ленина Враги советской власти совершили злодейское покушение Владимир Ильич был ранен Правительственное сообщение Тревога и гнев народа В квартире Ленина наступила напряженная тишина На его имя, в Центральный комитет партии, в правительство Шли тысячи писем и телеграмм Все читали и перечитывали бюллетени о состоянии его здоровья И вот, наконец, в 37-м бюллетене радостное известие Температура нормальная, пульс хороший Владимиру Ильичу разрешено заниматься делами Первая прогулка после выздоровления Ленин не знал о съемке А когда увидел оператора, удивился и спросил Зачем это нужно? Его собеседник объяснил Вас надо во что бы то ни стало показать на экране Это крайне важно для рабочего класса После тревожной осени наступила жестокая зима Однажды, глядя в окно, Владимир Ильич сказал Посмотрите, какое ужасное положение Здоровенный мороз с ветром А над Москвой ни одной трубы, из которой бы шел дым Стало быть, нет топлива, люди мерзнут В тот же день было разрешено населению разбирать заборы И ветхие дома, предназначенные к сносу Пустить на слом старые баржи на Москве-реке Некоторые работники настаивали на вырубке Столичных парков, бульваров, скверов Но Ленин не разрешил Он словно бы смотрел на Москву из грядущего Из нашего сегодняшнего дня Сбереженная красота природы Мирное небо над головой Мирный труд на своей земле Простые и понятные каждому истинам С какой злобой и недоверием встречали их буржуазные клеветники Они кричали о красной опасности, о коммунистической угрозе Правду о революции, о советской власти Ленин рассказал всему миру в письме американским рабочим Специальный посланец партии, рискуя быть арестованным Доставил ленинское письмо в Нью-Йорк Оно было опубликовано И вскоре захватило умы рабочих В Америке и Европе Наша революция, говорилось в ленинском письме Велика и непобедима Ибо первый раз громадное большинство трудящихся Сами строят новую жизнь Отзываясь на голос Москвы Во всем мире росло движение Руки прочь от советской России Да здравствует революция, Ленин В коммунистическое движение входили Все более широкие массы людей Необходимо было вооружить их тактической мудростью Искусством реальной политики Которая обеспечивает прочный успех в борьбе Предостеречь от ошибок Этому посвящена книга Ленина Детская болезнь ливизны в коммунизме Блестящий сплав теории и практики Она была вручена участникам конгресса коммунистического интернационала Книга Ленина, вспоминает делегат из Финляндии Была для нас откровением Другой делегат, чехословацкий коммунист, говорил На ступеньках трибуны сидел человек Делая заметки в блокноте Но этот обыкновенный человек По-новому направляет историю человечества Когда нужно, Ленин идет на субботник И работает вместе с бригадами добровольцев Начали субботники рабочие коммунисты Решили трудиться в выходные дни Безвозмездно Чтобы как можно быстрее восстановить Теперь уже свое народное хозяйство Ленин увидел в первых субботниках Ростки коммунизма И назвал великим почином Погоня за сенсацией А иногда и действительное желание узнать Что происходит в Республике Советов Привлекала иностранных корреспондентов Попасть в Москву Поговорить с Лениным Стремились крупнейшие журналисты мира Я не вижу никаких причин Сказал Владимир Ильич Корреспонденту Американской газеты Почему такое социалистическое государство Как наше Не может иметь неограниченные деловые отношения С капиталистическими странами На вопрос о внутреннем положении России Ленин ответил Мы пожертвовали всем Чтобы одержать победу А теперь мы направим все усилия На восстановление экономики Для этого потребуются годы Но в конце концов мы победим Владимир Ильич интересовался Совсем новым, прогрессивным Что могло принести пользу стране Ускорить развитие экономики Новый способ добычи торфа Конечно же это хорошо Новый, невиданный ранее электрический плуг Очень интересно Надо взять на заметку Помочь изобретателям Но ленинская мысль идет еще дальше Он предлагает построить по всей стране Целую сеть электрических станций На торфе, на воде, на сланце, на нефти, на угле Давая задание специалистам разработать план Электрификации России Ленин пишет Надо увлечь массу рабочих и сознательных крестьян Великой программой на 10-20 лет Мы Россию всю Промышленную и земледельческую Сделаем электрической Ленин впал в утопию Утверждал знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс Утопию электрическую Можно ли представить себе более дерзновенный проект В этой равнинной стране Населенной неграмотными крестьянами Не имеющей технически грамотных людей В которой почти угасли торговля и промышленность В какое бы волшебное зеркало я ни глядел Я не могу увидеть эту Россию будущего Но невысокий человек в Кремле Обладает таким даром Он видит как поднимается обновленная и счастливая Индустриализированная коммунистическая держава И во время разговора со мной Ему почти удалось убедить меня В реальности своего провидения В реальность ленинских планов Поверил весь мир Когда в самые короткие сроки Была осуществлена электрификация И сейчас наша страна строит электростанции Заводы, города Только за один день производится больше электроэнергии Чем было предусмотрено всем государственным планам Электрификации России Ленинская мысль Ленинские заветы Живут в наши дни Вдохновляют на новые свершения Еще шла гражданская война Страна была в опасности А Ленин говорил, что основные задачи молодежи Социалистической республики Можно выразить одним словом Учиться Коммунистом можно стать лишь тогда Когда обогатишь свою память Знанием всех тех богатств Которые выработало человечество Сегодня в нашей стране Всеобщее обязательное среднее образование Дети бесплатно учатся в школах Техникумах Технических училищах Миллионы студентов Обладевают знаниями В институтах и университетах Нет страны в мире Где было бы столько научных работников Ученых И это тоже Осуществленный Ленинский завет Одного за другим Мы перетянем всех русских Архимедов Тогда мир хочет, не хочет, а перевернется В этих ленинских словах Целая программа отношений с интеллигенцией Чуткость, забота Увлекательные перспективы научных исследований Небывалые возможности для творчества на благо народа Бережное отношение к деятелям культуры Образцом такого отношения Была дружба Ленина с великим пролетарским писателем Алексеем Максимовичем Горьким В больших и малых делах Проявлялась ленинская забота о культуре О воспитании личности в новом обществе От делегации рабочих Бывшего Путиловского, ныне Кировского завода Ленин узнал Что они задумали организовать Художественную студию Однако им отказали Мол, не время Вы слышите, что рабочие хотят? Они хотят создать свою трудовую интеллигенцию А им говорят, подождите годик Никаких промедлений Студию надо организовать И сегодня в ней занимаются Внуки и правнуки тех О ком позаботился Ленин В конце 1922 года здоровье Ленина ухудшилось Врачи запретили ему участвовать в заседаниях Ограничили общение Но Ленин продолжал работать Стояла задача создать союз советских социалистических республик Небывалое в истории многонациональное государство Основанное на дружбе и равноправии народов По настоянию врачей Ленин покидает Кремль С весны 1923 года Владимир Ильич постоянно живет в горках Под Москвой Болезнь то наступала То отступала И тогда появлялась надежда И вот когда в Москве Открылась первая сельскохозяйственная выставка Владимир Ильич собрался ехать в город Посещение выставки Где Владимир Ильич увидел Как становится действительностью Многие его замыслы Вспоминал врач Лечивший Ленина Оказалось для него укрепляющим лекарством Каждый день Владимир Ильич получал пожелание Скорейшего выздоровления И, как написали крестьяне Возвращение к рычагу правления Советской Республикой Однажды в горки приехало шестеро делегатов От рабочих старинной фабрики Глуховской мануфактуры Они рассказали Ленину о своей жизни и труде Передали подарок Саженцы вишни Владимир Ильич сам показал Куда их посадить В морозные январские дни 1924 года Скорбная весть Облетела страну и весь мир Оборвалась жизнь товарища Ленина Весь путь До железной дороги Его несли на руках Траурный поезд Направляется в Москву Застывшую от горя По просьбе рабочих был сооружен мавзолей В сердце Москвы В центре страны На Красной площади Алексей Максимович Горький писал Владимир Ленин Вдохновитель и вождь пролетария всех стран Вот он не существует Он не существует физически А голос его все громче Победоноснее звучит Для трудящихся земли Огромную любовь народа К своему вождю Точно выразил поэт революции Владимир Маяковской Товарищ Ленин По фабрикам дымным По землям Покрытым и снегом И жневьем Вашим товарищ Сердцем и именем Думаем Дышим Боремся И живем Субтитры создавал DimaTorzok